Модератор Ибрагимов Арифни Язович, заместитель главного врача по медицинской части Первого московского хосписа Веры Васильевны Миллионщиковой. Поприветствую. Ольга вообще молодец. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Разбор клинических случаев, это такая всегда подразумевает маленькую, мне кажется, аудиторию, да, и вот что-то такое обсуждение. Вот в таком зале попробуем, как у нас получится. Хочется, чтобы все как-то поближе спустились, но уже все сидят, че же они будут все переходить. Но если кому-то удобно, наверное, если хотите, если можете, давайте как-то вниз. Мы небольшие мастера по разбору клинических случаев, так как делают наши капиталистические коллеги. Это такой тренинг. И мы учились, смотрели, как это делать. И уже несколько раз у нас это вполне себе симпатично получалось. И вот на сестринской конференции, которая была в октябре, вообще медсестры такая благодатная среда, благодатные сотрудники, они так открыто интересовались таким включением в ситуацию. А вот так, а вот это, а я что должен был сделать, а тот, кто должен был сделать. Я очень надеюсь, что у нас такая же дискуссия сейчас, наверное, тоже возникнет. Риф Ниязович, давайте начнем. Добрый день, коллеги. Разрешите представить разбор клинического случая пациента, который был в Первом московском хосписе в прошлом году в феврале. Начнем. Значит, пациент 24 года поступил к нам 10 февраля 2015 года с данным диагнозом саркома Юнинга, состояние после хирургического лечения в 2013 году. И в том же году было выявлено прогрессирование в виде метастазов в области послеоперационного лепца в плевру. Проводились неоднократные курсы полихимиотерапии, но, к сожалению, болезнь прогрессировала. И на момент поступления к нам уже были диагностированы метастазы в средостине, в грудную клетку, в синвазию в левую легкую и в перикард. Также метастазы были выявлены в левом надпочечнике и в правом легком. При поступлении стаяния пациента, в принципе, было, можно сказать, не как средней тяжести. При поступлении пациент проявлял самая основная и первая жалоба, бывает и на области, в области левой лопатки. Ирогирующую руку, и более в области послеоперационного ребра, это ребра, это грудная клетка слева. Описывал пациент боль как острую, жгучую, по типу электрического толка. По 10-балльной шкале пациент оценивал боли на 6-8 баллов. И в течение дня бывали по 2-3 прорыва боли, которые пациент оценивал до 10 баллов. И также из жалоб была оситрись голоса, слабость, бессонница, сниженный аппетит. И хочу обратить ваше внимание на последнюю жалобу. Это подъем и температура тела до 39 градусов, сопровождающийся обильным потоотделением. Как я уже сказал, пациент в общее состояние можно было оценить как средней тяжести. Пациент был контактный, адекватный, ориентированный, пришел своими ногами, себя, в принципе, обслуживал. Влажная кохексия при росте порядка 170 сантиметров, вес около 50 килограмм. По ступе с температурой 36,8, кожные покровы бледные, влажные. Тут сухие, на самом деле, влажные были. По органам системы каких-то особенностей при первичном осмотре выявлено не было. На данном слайде вы видите схему, с которой он к нам поступил, которая была назначена в другом лечебном учреждении. Как видите, очень высокие дозы опиатов. Это трансдермальный эфентанил в дозировке 350 микрограмм в час. Пролонгированный морфин у нас Т-континус по 160 миллиграмм два раза в день. И также на прорыв боли ему был назначен морфин в ампулах гидрохлорид. Со слов пациентов до 8 ампул в сутки уходило. И также кональгетики были назначены. Такие, как амитрептилин, прегабалин, кетопрофен, феназепан. То есть мы сегодня в течение дня очень часто об этих препаратах с вами слышали. Первый вопрос, который я хотел бы задать аудитории, исходя из того, что вы уже видели на слайдах, конкретно про фентанил. И какого же рода вопрос это может быть? Нет, я почему просил обратить внимание на последнюю жалобу. Повышение температуры тела с повышенным потоотделением. Все верно. Нет плотного прилегания пластыря к коже, и по сути он не работал. Ну, как видите, потливости к ахексии. Фентанил в трансголомальной форме – это препарат липофильный. Для того, чтобы он работал, нужна хоть какая-то подкожно-жировая клетчатка. Пациент поступил в выраженной к ахексии. То есть можно сказать о том, что фентанил практически не работал. Исходя из этого, когда мы назначали нашу схемотерапию, мы практически сразу отказались от фентанилы, то есть без постепенного снижения, а полностью его убрали. Данную схему мы назначили в первый день, когда к нам пациент поступил. То есть 160 мг на 102 раза в день мы ему оставили. Также в регулярный режим мы включили морфинный гидрохлорид три раза в день. Почему три раза в день? Пациент свои прорывы боли связывал с некоторой физической активностью. То есть и эти прорывы боли мы предупреждали три раза в день, назначив морфин. Мы назначили коанальгетики в большей дозировке. Если при поступлении тот же пригодолин у него был 75 мг два раза в день, мы ушли на 150 мг пригодолина три раза в день. Трициклический антидепрессант, амитрептилина по 12,5 мг в день. Прошлый выступающий очень довольно-таки хорошо рассказал, насколько он эффективен. И первую ступень мы тоже взяли. Это парацетамол 500 мг три раза в день. И кортикстероиды, дексаметазон. Тоже мы о нем сегодня говорили на прошлых лекциях. И учитывая высокие дозировки опиатов для стимуляции работы кишечника, у нас был назначен натрия пикосульфат в каплях. Если оценить динамику болевого синдрома на второй-третий день, мы взяли как достаточный уровень обезболивания, это если уровень боли соответствовал двум баллам. То есть на уровне дискомфорта легкой боли. То есть учитывая всю ситуацию, всю распространенность болезни, о которой мы знали, конечно, говорить о том, чтобы купировать боль на 100%, но, к сожалению, не приходилось. И на 100% для себя мы таких задач не ставили. Вторая-третья день, как вы видите, исходя из графика, прошли довольно-таки очень неплохо. Был один эпизод усиления боли, при этом незначительного до 3 баллов. Быстро прошедший, дополнительно ничего не пришлось нам применять. Четвертый день несколько был, конечно, сложнее. Было два значительных прорыва боли утром и вечером, когда нам пришлось дополнительно вводить морфин. То есть суммарное потребление морфина за сутки 60 мг. Я именно говорю о морфине ампульном. То есть дозировку МСТ мы не меняли. Дополнительный морфин на прорыве боли работал очень хорошо. В течение 20-30 минут болевой синдром снимался. Введение было подкожное. Пятый день, мы на пятый день увеличили дозировку МСТ до 200 мг, учитывая опыт предыдущего дня. Остальная схема не менялась. И, в принципе, пациент довольно-таки неплохо себя чувствовал. В каком смысле? Пациент всю госпитализацию был активен. Он себя обслуживал. Пациент молодой, 24 года. У него была молодая жена, у него была... Есть. И есть ребенок. На тот момент ребенку было полтора года. То есть они регулярно навещали, даже иногда оставались на ночь. То есть в первом хосписе это допустимо, если родные, близкие человека захотят остаться с ним. Дальше, в наблюдении. Шестой день. Орган Болевого оставался примерно тем же. Но мы перерасчитали морфин, гидрохлорид и МСТ, увеличили МСТ до 230 мг, отказавшись от регулярного введения морфина. И мы увеличили еще коанальгетики. У нас дозировка при габолина увеличилась на треть, то есть довели до максимально допустимой, до 600 мг в сутки. Собственно, за 6 дней удалось подобрать оптимальную комбинацию препаратов. Вы ее видите на слайде. То есть, по сути, работа велась с опиатами и с коанальгетиками, с при габолином. Остальная схема, в принципе, не менялась. И она работала. Единственное, что добавилось, и бисокодилы на схеме, потому что натрепикосульфат в монорежиме не справлялся со своей функцией. Значит, на 6-й день мы поняли, какая у нас будет схема. В течение 3 дней пациент находился еще у нас. Схема себя подтвердила, доказала свою эффективность. На 9-й день мы пациента выписали домой. Под нашим амбулаторным наблюдением пациент находился довольно-таки длительное время. В частности, 5,5 месяцев. Пациент за это время трижды приходил на контрольный осмотр к нам, приходил своими ногами. Почему опять-таки говорю? Очень часто наши коллеги боятся больших дозировок опиатов. Говорят о том, что пациент будет в коме, это ухудшит токсостояние. Вот один из эпизодов, опровергающий эту теорию. То есть, несмотря на такие дозировки, пациент ходит, активен, контактен, адекватен. И это не единичный случай. В моей практике таких пациентов довольно-таки много. Получающие тот же МСП-континность, дозировки выше 400 мг в сутки. И, собственно, каков залог успеха в работе с пациентами с выраженным болевым синдромом? Ежедневная оценка и мониторинг интенсивности и характера боли. И не только врачом, а медсестрой. Мы, будучи врачами, пациента сколько мы за день увидим? Два-три раза. Это в лучшем случае. Медсестра практически контакт... Ну, минимум раз в час она контактирует с пациентом. И надо учить медсестер грамотно оценивать болевой синдром и грамотно фиксировать это. Это очень сильно облегчает наш труд. И, по сути, при терапии болевого синдрома в хосписе врач сам по себе без медсестер практически никогда не добьется успеха. Терапия побочных явлений. У данного пациента из побочных явлений отмечалась только задержка стула. До двух-трех раз в день на небольших дозировках слабительных препаратов удавалось купировать. И была слабость. Я не отметил это на слайде. Один раз мы попробовали увеличить дозировку МСТ до 260 мг. Пациент почувствовал увеличение этой дозировки в виде слабости, сонливости. Мы пошли навстречу пациенту. Мы, конечно, откатились обратно на 230, не усиливая его болевой синдром. То есть морфин всегда был в резерве. И практически один-два раза в день применялся морфин на прорыв боли. Прорыв, опять-таки, это либо стул, либо мочеиспускание. И у данного пациента еще кашель провоцировал болевой синдром, потому что там было про остальную грудную клетку. Обязательное тетрование доза ежедневное, аккуратное и по согласованию с пациентом. Всегда по согласованию с пациентом. Пациент всегда должен знать, какой препарат идет, как его будем увеличивать и какие возможные побочные явления. То есть пациент должен знать о самых частых встречающихся. Если он ощутит на себе эти побочные явления, пациент всегда знает и может сказать доктору, что вы мне вчера увеличили дозировку, я почувствовал что-то, что пошло не так. Максимально применять неинвазивные формы. Большое количество инвазивных препаратов очень сильно снижает качество жизни. То есть если мы будем пациенту делать 5-6 инъекций в день, о качестве жизни, к сожалению, говорить не приходится. Особенно, когда идут внутримышечные инъекции у наших сильно кофиксичных пациентов. Грамотное применение вспомогательной, обнивантной терапии. Сегодня в течение дня мы с вами много лекций на эту тему увидели касаемо антипротивосудорожных препаратов и антидепрессантов. И психологическая поддержка. Тут я больше имел в виду не работу психологов, а поддержание качества жизни, давая немножко больше свободы, чем дают в обычных городских больницах. То есть это круглосуточный доступ к родственникам, родственников к пациенту. Иметь возможность оставлять родственников на ночь, если они того пожелают. Постараться организовать на территории больницы красивую площадку для прогулок ежедневных. И всему тому подобное. И контроль тягостных сиктомов, усиливающих боли. Это опять-таки запоры, депрессия, задержка ночи, гиподинамия. То есть пациент должен максимально двигаться, но в рамках своей физической возможности. Спасибо за внимание. Коллеги, готовы? Готовы услышать вопросы? Давайте подискутируем. Вот почему неудобно по залу рассеиваться. Можно передавать микрофон. Скажите, пожалуйста, дексаметазу он получал 5 месяцев? Нерегулярно. То есть через 2 недели дозировка была плавно снижена, но где-то через месяц-два мы опять включили дексаметазон. В такой же дозировке? Начали с 8. Слабительный каждый день принимал? Обязательно. В такой дозе? В такой дозе. Он же опять и в такой дозе каждый день принимает. Соответственно, слабительный. А что вы сделали с температурой 39, которая у него была? Там был назначен парацетамол. 500 мг 3 раза в день в регулярном режиме. А почему не кетопрофен или не месил, потому что у них длительность действия 12 часов, а кетопроцетамол только 4 часа? У пациента довольно-таки длительный анамнез обезболивания. Он на истероидах непрерывно был около 3 месяцев. То есть доводить до тяжелой почечной недостаточности пациента большими дозировками истероидных препаратов мне тоже не хотелось. Почему большие дозировки, если это были допустимые бы дозировки, например... Он получал, я вам скажу, кетопрофен 300 мг в сутки. Практически беспрерывно много месяцев. Но 300 мг в сутки, это передозировка уже заранее была, раньше. 200 мг кетопрофена в сутки, максимально разрешенная дозировка. Он получал 300. А почему тогда не назначены были антибиотики? Он прошел курс антибиотиков до нас. За сколько времени? Да практически перед поступлением к нам. Там было 3 линии антибиотиков. Ну смотрите, 39 температуры, это же не онкологическая температура. Это онкологическая температура, это скорее всего печень. Это не инфекционная температура. Коллеги из меня отверстили. Да, скажите, пожалуйста, Ариф Нязыч, вот эти подъемы температуры, они прорывные. Просто мы, к сожалению, не видели, мы не видели кривую, поэтому мы не можем говорить, какова эта кривая. Пациент жалуется на периодические подъемы температуры с обильным потоотделением. Я, может быть, не услышала, упустила. Пациент был переведен к нам из платной клиники. Да, верно. С полным пакетом обследований, конечно. То есть обследование было полнейше сделано по хорошему прайсу. То есть нам обследование делать было и негде, и уже незачем, и непосредственно с больницей. Мы взяли еще этот случай, потому что он редкий. Чаще всего люди поступают из дома практически необследованные. И мы не знаем никакой ситуации. Последний рентген год назад, последняя кровь еще когда-то назад. Поэтому в этой ситуации терапия отчаяния была, когда к нам пациент приехал на сумасшедших дозах обезболивающих, с серьезной эмоциональной нестабильностью, так скажем, действительно с курсами антибиотиков. И вот нельзя было эту ситуацию поймать, стабилизировать никаким образом. И антибактериальная терапия сразу после назначения мы не приступаем сразу к антибиотикам, потому что понимаем, что курс один за другим антибактериальной терапией был. Учитывая дорогостоящую клинику, это был не пенициллин или не ампициллин. То есть мы имели препараты последних поколений. И, соответственно, не стали сразу делать антибиотики. Данных за какое-то инфекционное происхождение не было. И как-то мы всегда ориентированы, понимаем, что без глюкокортикоидов на боль мы ориентируемся, что это подъем температуры может быть. Пациент не получал никаким образом ни глюкокортикоидов, не было. Поэтому мы в первый день попробовали именно такую схему без антибиотиков. И курсы их ни разу не было, и температуры подъема тоже не было. Меня только смущает, с какой схемой выписан, вот я этого слайда не увидела, выписан домой. С парцетамолом или без? Давайте вернемся. С парцетамолом. И вот еще те приезды, когда мы смотрели его амбулаторно, были ли пересмотры схемы, или пациент продолжал? Вы обратили внимание на все ступени обезболивания, или только про наркотики? Вот про парацетамол еще раз. Все полгода было с парацетамолом? Парацетамол отменен был, наверное, за месяц уже до ухода пациента из жизни. Тогда практически была отменена вся таблетированная форма, потому что состояние пациента последние 2-3 недели не позволяли ему давать. В динамике через 3 месяца было увеличение МСТ до 260 миллиграмм два раза в день. И я взял госпитальный этап. Только старался широко раскрыть именно госпитальный этап. Я не брал амбулаторную... Не выносил его в данную презентацию, но запоминающийся пациента я помню очень хорошо. И плюс-таки опять недавно поднимал его всю документацию. Простите, а можно вопрос? Было ли поражение печени у больного? Я чуть этот момент не уловила. Не было. Не было. Было поражение костей. Только кости, да? Тогда нестероиды точно должны быть. А увеличение дозировки... Я бы лично назначил дексаметазон в первый день, но не меньше 16 миллиграмм в первую неделю. Здесь нужна была большая дозировка, она бы быстрее убрала температуру. Может быть, не надо было такой большой дозы МСТ давать, потому что здесь комплексно подходить. И обязательно всё-таки в небольших дозировках, но нестероиды надо было давать, раз костное поражение. И мы пригаболины не очень любим. Почему? Есть какой-то, понимаете, психологический фактор, как-то они усиливают слабость, такую эмоциональность. Не знаю, как вы сталкивались ли с этим, но мы стараемся, даже бывает, что мы на фенолепсине лучше ведём этих пациентов, чем на более сильных противосудорожных. Отчасти я с вами соглашусь. Допустим, вот в данный момент, если будет такая же ситуация, я выберу габапентин. Почему? Он не так может быть эффективен, как при габалинце. Это габапентин. Это габапентин. Но меньше даёт побочных эффектов. И мы отдаём предпочтение, мы всё-таки много прокрутили через себя. Даже габапептин не так работает. Он есть габапептин и есть тибантин. Так вот, тибантин работает, а габапептин я на себе лично даже испытала. Вот этот препарат, когда у меня были травмы, там всё прочее, прочее. Но это вопрос производителя. Рабочее вещество является одним. Да, в том-то и дело. Потому что мы тоже говорим, что когда мы видим ситуацию, то, что точно доксаметазон побольше пошёл бы, обязательно инстероид бы пошли коротким курсом. И, может быть, не надо было такой большой дозы МСТ. Препарат дорогой. Например, для нашей клиники это неподъёмная ситуация. Дорогой. Вот касаемо данной ситуации, у пациента был установлен порт в центральной вене. Да, у нас была альтернатива, как его вести по-другому. Я лично предлагал пациенту уйти на шприцевой помпе. Пациент категорически отказался, чтобы так образно выраживаясь, из него торчали какие-то трубки. Тогда ещё идём навстречу пациенту. Конечно. В первую очередь мы идём навстречу пациенту, а не тогда. Можно мне ещё два слова сказать? В отношении парацетамола, конечно, гепатотоксичный препарат, но если он хорошо его переносит, и вы как-то видите, то, что он помогает. И единственное, что очень долго назначено, у меня так вызывает сомнения, я соглашусь, что нужно, наверное, было бы, я бы тоже начала с дексаметазона 16 мг, постепенно убавляя, и потом в персистирующем режиме назначала бы его. Очень хорошо, неплохо работает. Вы знаете, просто личным опытом поделюсь. У меня, конечно, не такие тяжёлые пациенты, но в самом начальном их проявлении, когда с ними разговариваешь, надо давать пациентам задания. Некоторым заданием, психологической поддержкой является, а вы, пожалуйста, мне графики рисуйте до и после. Вы знаете, вот им нечего делать, кроме... А тут они себя, любимых, начинают мне графики рисовать, ещё какое-то... Мне личные графики, вот фиолетово, честно говоря. Ну так, иногда что-то посмотришь, а иногда действительно нужно. Вот этому бы, если бы он мог сказать, график температурный сделайте, мы там будем думать. У нас... Можно я дальше продолжу? По габапентину. При габолине габапентин известная тема, габапентеноиды, препараты из одного ряда. Рассказать вам два слова, как они вообще созданы были. Жил-был в компании Pfizer. У него появилась молекула для того, чтобы сделать, как это, мышечный релаксант для наркоза. Ничего не получилось. И туда, и сюда. Но никак не могут. Молекулу создали, денег затратили, приложить никуда не могут. В результате сделали из него антиэпилептическое средство противосудорожное, называется габапентин. Препарат назывался нейронтин. И пока проводили его клиническое исследование, выяснилось, что больные-то очень хорошо его при нейропатической боли вдруг начали принимать. Ну, так же, как с Виагрой, да? В результате основное показание препарата вот это. И после этого уже целенаправленные исследования по улучшению молекулы были для того, чтобы сделать прегабалин, который имеет в 5 раз большее сродство. Поэтому говорить, какой препарат, дженерик или какой, ну, может быть. Потому что, ну, есть такой плацебо-эффект, который как бы уравнивает многие препараты между собой. У меня тоже такой опыт есть, я соглашусь здесь, опять-таки, звоните, что на фоне высоких доз опиоидных анальгетиков наши вот эти прегабалины я уменьшаю, потому что они несут мощную когнитивную деструкцию. То есть больные уплывают. Ну, лучше мы потихоньку, мы оставим базовую, небольшую, вот как у вас там, 150, но максимум 300. Ну, у меня было 300, я максимум, что назначала на фоне больших опиоидов. И все-таки стараешься им дать какие-то... Ну, мы не можем назначать инфузионную терапию, ни к чему это. А такие препараты, знаете, как? А я вам выпишу полпола, такой чай чудесный. И для желудка хорошо, показания гастрит, и для почек хорошо, там почечная недостаточность, там хорошая фильтра, и там высокий уровень калия, для сердца полезно. Им все объяснишь, по полстаканчика два раза в день, 10 дней, 10, но не больше, больше не надо, будет хуже. И вот назначаем, вот назначаем, и они живут с тем, что в следующем этапе доктор назначит что-то другое. Вот так. Касаемо снижения дозировок прегабалина на высоких дозировках опиатов, да, это действительно так. Ну, из моей пока скромной практики, молодые пациенты очень легко переносят высокие дозы прегабалина, и работает он у них хорошо. У пожилых, там, старше 60 лет, те намного хуже они переносят прегабалин, и порой у нас там дозировки по 25 миллиграмм три раза в день, по 50 миллиграмм три раза в день, и этим мы ограничиваемся. Уважаемые коллеги, а давайте поговорим о доказательной медицине. Вот мы же с вами, вот уже прошли этап, на одной из наших лекций была фраза, что нам нужно переходить некоторые, делать некоторые изменения в своем сознании. Мы уже специалисты палиативной помощи, и мы должны говорить о том, что надо переходить там от только хосписной помощи к палиативной, от только онкологии к общей палиативной помощи, и от фраз, как мне кажется, к доказательной медицине. Вот мы завтра обсудим клинические рекомендации, которые мы подготовили, подготовили по распоряжению, согласно пункту дорожной карты и по поручению Ольги Юрьевны Голодец и Вероники Игоревне Скворцовой. И мы обсудим несколько рекомендаций, которые, возможно, войдут в стандарт помощи. И эти рекомендации, они основаны на доказательности, на уровне убедительности, которые прошли клинические исследования. У нас действительно, к сожалению, нет исследований в здравоохранении касаемо наркотических препаратов. И вообще это сложно, правда ведь? То есть сложно вообще сделать исследование должного уровня с наркотиками, потому что нельзя сравнивать применение и полное плацебо. Можно сравнивать плацебо, правильно? Или плацебо, или плацебо. Потому что, ну, неэтично давать пациенту воду, а кому-то морфин. Поэтому вот Гозори Фаену в этом больше раз нам может рассказать. Дело в том, что сравнивают один наркотический препарат с другим наркотическим препаратом. В качестве того наберется морфин, как золотой стандарт. И оказалось, вот это в клинических рекомендациях мы попытались все отразить, оказывается, для первой линии обезболивания, третьей ступени, которую рекомендуют наши коллеги морфин, оксикодон и гидроморфон. Оказалось, если брать многоцентровое, слепое исследование, оказывается, разницы результата между морфин, оксикодон или гидроморфон существенно нет. Вот между морфин, гидроморфон и оксикодон и фентанил есть, потому что там с дозировками сложно и рекомендуется фентанил в пластыре для основной боли. Как в этой боли, Ариф Недович, мы не увидели, к сожалению, компонентов боли, вы не поделили характера боли, и поэтому не было поделено на характер боли, и поэтому мы видим немножечко, но не совсем разложенную ситуацию, не совсем вот этот веер им карты. Действительно ведь есть нейропатический характер боли, компонент, да, ведь, Гузови Фрэнсу? Поэтому вы сделали пригаболин, как его ведь тоже рекомендуют, не карбамазепин рекомендует ЕАП, а пригаболин ведь, да, Гузови Фрэнсу? И это доказательно, что этот препарат эффективнее и с меньшими побочными действиями. Есть некоторые моменты цены, конечно, важно, сколько что стоит. Но мы говорим о том, что прошел ли этот пациент первую ступень обезболивания? Наверное, уже прошел, и у нас на третьей ступени. Как он прошел эти первые ступени, Ариф Миланович? Наверное, надо было более подробнее. Сколько килограммов он съел этого кетарола до этого, да, например? Почему выбрали именно парацетамол, а не кетарол? Почему вы не подняли дозу доксаметазона выше? Возможно, мы... Да, возможно, это те самые страх осложнений язвенной болезни, возможно. Это надо, наверное, было более подробно описать. А слава богу, что молот, и не было ни печёночной, ни почечной недостаточности, мы не увидели побочных действий. Но, к сожалению, кетарол наш любимый... Вот мы сейчас ездим по субъектам, ездим по больницам, и попросим открыть... Ну, просто подкажите, пожалуйста, я шкафчик, что у вас есть. Самый большой препарат в большом количестве – это кетарол. Ни форцетамол, ни анальгин, ни трамал, ни что-то другое. Кетарола полно. И всё время в ампулах. То есть это даже в палиативных отделениях, даже в хосписах. То есть кетарол настолько все много съели. Вот в первом хосписе не любят кетарол и бупрофен, наверное, потому что я всё время об этом говорю. И когда мне говорят, прорыв боли был, и сделали кетарол. И я всё время по этому поводу говорю, а сколько внутримышечно, а себе когда последний раз делал, а сколько килограмм он до этого съел. То есть мы вот на это ориентируемся. С бупрофеном, да, согласна, возможно, правильнее было бупрофен, и температура была бы снижена. Но нам понравился этот случай как раз вот этой многокомпонентностью боли, выраженным болевым синдромом, тем, что нам случилось с ним справиться, потому что вы же знаете, какие это боли бывают, да, когда там это льётся, это и наркотиков у этих очень много. И то, что мы смогли подобрать эту дозировку, выписать домой, и было полгода потом. И, к счастью, не случилось никаких осложнений, никаких побочных действий, да, и мы не стали с этим доксиметазоном больше играть, потому что только кости. Не было никаких там головных или печёночных дел, поэтому мы не стали с ним больше работать. Узриваю. А ещё вопрос. Медостазы в кости литического, остопластического, какого характера, или были ли они так выражены? К сожалению, я сейчас точно не отвечу на ваш вопрос. В анамнезе, да, в той частной клинике, из которой он пришёл, там спектр очень большой был. То есть, мной отображена была схема, с которой он к нам приехал, которая ему была рекомендована при выписке из того стационара. Скажите, пожалуйста, почему вы дали, как слабительные препараты, два одинаковых препарата, которые усиливают перистальтику кишечника? Вы же только что сказали, что у пациента возникали прорывные боли на акт дефекации. То есть, а как известно, как бисокодил, так и второй препарат, он тоже влияет на усиление перистальтики кишечника? Потому что перистальтика была очень снижена, и обусловлено это было применением опиатов. А что значит тогда боль при мочеиспускании или стуле? Это связано именно с актом мочеиспускания или стула, или с движением, с тем, что надо было дойти до туалета? С чем конкретно тогда? Со стулом, с его отсутствием. То есть, когда у пациента не было стула, у него распирало живот, он ушел в туалет, пытался напрягаться, и тем самым себе провоцировал боль. А почему не магнец-сульфат, который обладает разжижающим действием, который притягивает воду в кишечник и тем самым вызывает слабительный эффект? За гемодинамические показатели мне страшно назначать. Перорально он не влияет, практически не влияет. Некоторое влияние все равно на практике оттуда есть. У вашего кециметазон шел? Магнезию в порошке вымете? Или в ампулах? В ампулах колоть? Нет, пить. А, пить за. Конечно. А какие два препарата? Первый был пикосульфат натрия, потом мы выцединили бисокодил, 5 милиграмм на ночь. Да, пикосульфат, а потом при выписке бисокодил. И получается, мы усиливаем перистальтику кишечника, тем самым мы можем провоцировать этот же болевой синдром. Может, у него было меньше, может, надо было на 200 его снизить, если бы не было этих препаратов. Знаете, конечно, слабительные препараты вызывают те препараты, которые стимулируют перистальтику, боль. Но когда есть проблемы в брюшной полости? У нас брюшная полость была чистая. Не всегда. Спасибо вам большое. Давайте приступим к следующему сообщению. Ариф Невна, спасибо вам большое. По времени уже мы перешли. Спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова